МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказывается, даже у болезни есть свои даты рождения. Та, о которой сегодня пойдет речь, известна с 412 года до н.э. Довольно точное описание ее клинической картины, а это высокая температура, ломота во всем теле и головная боль дал никто иной, как Гиппократ. А еще великий врач писал о том, что это заболевание распространяется с чудовищной скоростью. Чтобы не затягивать интригу, сразу скажу, речь идет о гриппе. Здравствуйте, дорогие друзья, основную тему я уже обозначила. Но прежде чем представить вам своего гостя, предлагаю посмотреть небольшую анатомическую справку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грипп является вирусом, который поражает респираторную систему, включающую нос, горло, бронхи и легкие. Сегодня науке известно свыше 200 разновидностей вируса гриппа, в их числе печально известные H1N1, гонконгские, птичьи и свиной. Однако самые сокрушительные последствия имела испанка, произошедшая с 1918 по 1919 годы. Всего за 24 недели она унесла больше человеческих жизней, чем СПИД за 24 года и черная чума за 50 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Знакомьтесь, Инна Федоровна Солошкова, заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Здравствуйте. Здравствуйте. Простуда, грипп, ОРВИ в сознании заболевших это практически одно и то же заболевание. А между тем отличий достаточно, как в симптомах, так и в клинической картине и в методах лечения. Пожалуйста, давайте внесем ясность. Конечно, вы правы. Заболеваемость гриппом и заболеваемость ОРВИ или острые респираторные инфекции, они отличаются друг от друга. И на сегодня, наверное, очень многие уже как бы переболевшие вот этими инфекционными простудными заболеваниями об этом знают. Ну, если кратко сказать, грипп – это более тяжелое инфекционное заболевание, которое и проявляется более тяжелой формой заболевания. Это высокая температура до 39 градусов, это сильная головная боль, мышечная боль, это озноб, чувство разбитости. Он вызывает более тяжелые формы осложнений, такие как пневмония, миокардиты. Он воздействует негативно на легкие, на почки и вызывает, скажем так, заболевания и других органов, в том числе и удар по иммунной системе. Наши люди болеют острыми респираторными инфекциями круглый год. То есть у нас каждый месяц в течение года такие формы, как респираторные инфекции, как аденовирус или парагрипп, они регистрируются постоянно. Но именно в этот период года, когда это конец января, начало февраля, как правило, регистрируется сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Если в целом говорить об этом сезонном подъеме заболеваемости, то чисто гриппа примерно возникает где-то 17-20%, а все остальное – это вот эти острые респираторные инфекции. Они тоже активизируются. Но в этот сезон принято всегда, вот в народе говорится, значит грипп. То есть человек заболел, температура поднялась. Если это сезон, то думают именно на болезнь гриппа. В народе, наверное, принято так считать, что вот сейчас идет подъем заболеваемости гриппом. Конечно, в данный период времени заболеваемости гриппом значительно больше, чем, например, в августе месяце, когда он практически не регистрируется или, может, там несколько случаев заболеваний всего лишь. Я хочу сказать, что нашей службой и лечебной службой ведется наблюдение круглогодичное за тем, какие вирусы у нас циркулируют и чем у нас болеют люди. То есть в течение года лечебная служба отбирает клинический материал от больных, доставляет к нам в вирусологическую лабораторию. Мы перенаправляем его в наш национальный центр по контролю за гриппом и проводится исследование. То есть мы смотрим, какие вирусы циркулируют среди заболевших. И на сегодня мы видим, что удельный вес гриппа в этой структуре он и занимает около 17-20%. А все остальное в большей степени – это аденовирусная инфекция и респираторно-синциальный вирус. Ежегодная вакцинация против гриппа вызывает много вопросов. И в нашей рубрике «Простые вопросы о здоровье» мы подготовили наиболее часто задаваемые вопросы у населения. Давайте послушаем. Вопросы прозвучали, а давайте теперь на них ответим. Скажите, может ли вакцина от гриппа стать причиной гриппа? Нет. На сегодняшний день многие считают, что вот я привился и заболел. Это неправильно. В вакцины входят либо убитые, инактивированные штаммы, либо фрагменты ДНК вируса, соответственно, тоже не может, либо фрагменты как бы наружной оболочки вируса. Поэтому сама вакцина, она не может вызвать заболевания на сегодняшний день вот из тех видов вакцин, которые у нас представлены. Но дело в том, что у некоторых людей иногда может быть кратковременная реакция на прививку в виде там подъема небольшого температуры на 37 градусов, легкие такое вот недомогание, которое в течение суток буквально проходит. Это просто вот как бы ответная реакция организма на введение, скажем так, этой вакцины. Это значит, хорошо организм реагирует и есть ответ на введение вакцины. Если говорить в целом о вакцинации, то я хотела бы сказать, что вакцинация это самый эффективный способ на сегодняшний день профилактики заболеваемости гриппом. Потому что здесь конкретно вакцина создана по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Как я уже говорила выше, у нас ведется динамическое наблюдение. То есть мы изучаем, какие вирусы гриппа циркулируют среди населения, и эти виды, они включаются в состав вакцины, то есть как наиболее распространенные. И, конечно, в состав вакцины входят те штаммы вирусов гриппа, которые вызывают наиболее тяжелые последствия, наиболее тяжелые формы заболеваний. Это вирус гриппа АН1-Н1 пандемический, который вызывает заболевание в виде пневмонии, последствия заболевания гриппа. Грипп АН3-Н2, который вот в большей степени в этом сезоне представлен. И грипп Б, который тоже может вызывать осложнение. Поэтому каждый год состав вакцины в гриппе меняется, и поэтому прививаться нужно ежегодно. Ну и кроме того, продолжительность иммунитета после вакцинации, она непродолжительная. То есть защитный уровень антител держится примерно 6 месяцев, затем начинает снижаться. Поэтому прививаться нужно каждый год. А правда ли, что вакцина не является защитой для детей до 2 лет? Это не совсем правильно, потому что в соответствии с нашими аннотациями к вакцине и с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, у нас вакцинация проводится детей 6 месяцев и старше. Единственный нюанс и особенность в том, что с 6 месяцев до 3 лет дети должны получить 2 прививки, то есть более щадящая схема вакцинации. Говорят о том, что сегодня уже существует универсальная вакцина. Универсальной вакцины на сегодня в мире нет, потому что и, наверное, не сможет быть создано. Скажем так, вирусов гриппа существует больше 200 видов и различных, скажем, с различным содержанием ДНК, а в состав вакцины входит всего лишь 3 вида гриппа, которые наиболее распространенные, которые вызывают более тяжелые формы заболевания, осложнения заболевания. Поэтому на сегодня универсальной вакцины как таковой нет. Можно привиться, многие говорят, что вот я привился и заболел гриппом. Почему так? Вроде как негативное такое мнение о вакцинации. Я хочу сказать, что человек, который заболел, он же ведь не знает, чем он заболел, каким видом. Может быть, это совсем был не грипп, а была острая респираторная вирусная инфекция. Может, парагрипп или респираторно-синциальный вирус. Потому что их в структуре сезонного подъема заболеваемости, их больше, чем самого гриппа. Мы уже затронули вопрос о том, что разновидностей гриппа существует много. И я предлагаю посмотреть небольшую справку именно на эту тему. Доказано, что самые опасные разновидности вируса те, которые мы получаем от других видов организмов, в первую очередь от животных. У многих на слуху смертоносный птичий грипп, а также свиной, который оказался менее страшным, но серьезно напугал эпидемиологов. Все дело в том, что штаммы гриппа, которые издавна живут среди людей, приспособлены к тому, чтобы не убивать своих хозяев. Ведь, по сути, вирус является паразитом, встраивается в человеческие клетки, размножается с их помощью, поэтому не заинтересована в гибели организма. Если же родной и относительно безобидный, скажем, для куриц вирус попадает к человеку, то начинает извереть, ничуть не заботясь о сохранении жизни больного. Понятно, что болезнь легче предупредить, чем потом с ней сражаться. А можно ли избежать гриппа на 100% при помощи своевременной профилактики? Ну, вы, конечно, правы о том, что предупредить грипп можно и нужно, и стараться как можно больше, скажем так, принимать мер для того, чтобы не заболеть. Мы уже сказали выше, что вакцинация – это самый эффективный способ профилактики, но существуют и другие формы профилактики, нетрадиционные, скажем так, которые можно соблюдать, начиная с лета и круглогодично, и в особенности в этот период, в период сезонного подъема заболеваемости. Что же, собственно говоря, можно делать вот сейчас, когда уже идет подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями? Есть несколько правил, которые, наверное, на сегодня могут и должны соблюдать все наши люди. Это правильный режим труда и отдыха. Казалось бы, это такая вот простая рекомендация, но достаточный сон, который, скажем так, необходим нашему иммунитету, не менее 7 часов, а лучше 8 часов сна, он тоже позволяет поддерживать иммунитет в должном состоянии. Это режим прогулок, то есть каждый человек должен бывать на свежем воздухе не менее одного часа, потому что воздух и кислород, они тоже повышают наш иммунитет. И третье правило – это правильное питание. В этот период времени в рационе питания каждого человека должно быть достаточное количество витамина А и витамина С. В обязательном порядке нужно употреблять продукты, богатые этими витаминами. Я бы порекомендовала в настоящее время чаще употреблять квашеную капусту, которая из всех овощей в этот период года содержит самое большое количество витамина С. Это и апельсины, и лимоны, и грейфрукты, и киви, и ряд других фруктов и овощей. Кроме того, есть два продукта, таких как лук и чеснок, которые вырабатывают фитонциды, и они являются тоже очень хорошим средством в борьбе с вирусами. Ну и нужно помнить о том, что необходимо проветривать в обязательном порядке помещение, где вы трудитесь, пребываете, отдыхаете. То есть если каждый час проветривать по пять минут помещение, то этого тоже будет эффективно сказываться на состоянии здоровья. То есть это советы по правильному здоровому образу жизни, которые полезны как взрослым, так и детям, и которые нужно соблюдать круглогодично для того, чтобы в сезон гриппа в зимнее время оставаться здоровыми. Ну, есть и еще, скажем так, ряд других рекомендаций, которые, как я говорила, можно начинать даже с лета. То есть это легкий загар, это тоже очень такой положительный эффект для оздоровления организма. Это употребление летом большого количества витаминов, фруктов. Это закаливание. Один из таких тоже методов, довольно эффективных. И даже простое хождение босиком по земле, оно тоже как закалка эффективно сказывается на состоянии иммунитета. То есть надо начинать с лета для того, чтобы прийти к зимнему сезону здоровым. Скоро станет тепло, и у нас будет возможность походить босиком. Да. А может ли помочь ношение марлевых повязок при эпидемии гриппа? Они помогают, не являются абсолютным средством защиты, но в то же время они показывают свою эффективность. Маски можно носить и тем, кто заболел гриппом, к примеру, и в качестве мер профилактики. Если, к примеру, в поликлинике идет большое обращение к врачу, то маски могут носить и врачи, и медицинские работники, чтобы защитить себя от гриппа. И в то же время те люди, которые пришли пациенты на прием, ведь среди тех, кто сидит на прием, могут быть больные по другим формам клинических заболеваний, они могут тоже одевать маску как защиту для себя от проникновения вируса. Но в этой ситуации нужно помнить о том, что длительность ношения маски ограничена. То есть маска при выдыхании человек оставляет вирусы на этой маске. И вот через 3 часа ее нужно обязательно менять. То есть целый день ходить в маске нельзя. Если эта маска одноразовая, она должна выбрасываться. Если это ватно-марливая маска, то после использования через 3 часа она подлежит дезинфекции. Ее можно замачивать дезинфицирующим средством. Или если в домашних условиях, то метод кипячения является методом дезинфекции этих масок. Поэтому если в квартире кто-то из взрослых заболел, то можно порекомендовать, чтобы этот человек находился в отдельном помещении и носил маску, если он выходит на кухню или в туалет или еще. Конечно же, грипп – дело серьезное. И поэтому просто отлежаться, когда пришла болезнь, наверное, это не самый лучший вариант. Какие симптомы для обращения к врачу должен знать человек? Если человек заболел, почувствовал недомогание в виде озноба, температуры выше 37,5 градусов, если у него сильная головная боль, если он ощущает боль в мышцах, он, конечно, должен немедленно обратиться к врачу. Только врач может квалифицированно поставить диагноз и назначить лечение. Конечно, в этой ситуации, когда человек заболел, не нужно посещать общественные места, не нужно приходить на работу, не нужно пользоваться общественным транспортом, потому что каждый человек, заболевший, является источником заболевания для окружающих и тем самым ухудшает эпидемическую ситуацию. И только врач может, как я уже говорила, поставить правильный диагноз и назначить лечение. Только под контролем врача. Давайте, подводя итоги, повторим основные правила, которых нужно придерживаться, чтобы свести к минимуму риск заболеть гриппом. Внимание на экран. Помните, самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация и делать прививку лучше всего в октябре. Если мыть руки через каждые 2-3 часа, то вероятность заболеть гриппом снижается на 40%. Перед выходом из дома необходимо смазывать нос мазью. Таким образом, вы закроете путь болезнетворным микробам, которые стремятся проникнуть в дыхательные пути. Свежий воздух губителен для микробов, поэтому чаще открывайте окно. И совет проверен временем. Съедайте каждый вечер дольку, другую чеснока или половинку репчатого лука и будьте здоровы! Напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Инна Федоровна Солошкова, заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин